покупала мясо 2 килограмма сейчас хочу его помыть порезать такими уже кусочками которые в мясорубку вылезают и провернуть на фарш фарш разделю на несколько пакетиков посмотрю там сколько получится у меня фарша конечно же никакого лука чеснока не буду прокручивать фарш потому буду чистый фарш делать а уже потом в процессе когда я уже его буду доставать размораживать зависимости от того какое блюдо я буду делать уже буду добавлять либо лук либо чеснок либо использовать чистый фарш и там специи тоже уже буду добавлять потом при приготовлении блюда ну что моем мясо я еще себе тут подогрела кусочек пиццы это два куска же остались после вчерашнего пятничного ужина смотреть какое-то тоненькая понравилось мне пицца тесто тонкая и очень вкусно и вот это с курицей это и так прикус вкуснятина а то я только завтракала на завтрак у меня было кофе без сахара и сырники я вам вчера показывала и все принципе я больше ничего не ела а время уже пять часов сейчас хочу сходить пятерочку купить листья салата у нас так папа смурнела купить листья салата какой тоненькая тесто сделать салат и сделать мясо пожарить вкусно мясо если честно такой хороший кусочек у меня столько планов на это мясо уж как говорится не столько я мясо купила сколько на него планов так но все равно я вот тут какой-то жирок тут вот какой то есть жирок я его буду обрезать хоть это мясо и котлетное но все же это свинина а я даже из свинины хочу более постный такой вариант так будут сюда прям складывать какое мясо сейчас я его сделаю такими кусочками которые влезают в мою мясорубку а лишний жирок я не весь просто вот этот лишний лишний жирок буду обрезать я считаю мне лишний жирок не нужен мне хотелось бы конечно сделать и плов конечно бы хотелось сделать сварить о какой хороший кусочек вот этот еще жирок отрежу хотелось бы сварить такой супчик с фрикадельками так и вот такой хороший кусочек мяса я его сейчас так чтобы она у меня такими длинненькими я думаю нормально как раз для мясорубки кто там кто там кто там что-то похмурела у нас это вот я считаю мне не надо этот лишний жир я знаю что скажете что наоборот если на фарш то нужно прокручивать вот с этим жиром но знаете вот это не жир это не жир это это какая-то требуха ну извините я вот это на фарш крутить не хочу вот не хочу эту требушину крутить на фарш поэтому конечно же я ее по максимуму отсюда удалю и по мне вот я всегда кручу фарш чтобы даже если свинина она была не жирная а была попастней мне так больше нравится вот это еще вот это можно оставить вот такой вот знаете вот такое еще можно оставить это ничего страшного и все равно я из каждого блюда стараюсь сделать максимально и полезно у меня на кулинарном канале внизу оставлю ссылку в закрепленном комментарии очень много полезных вкусных доступных рецептов я буду очень рада если вы меня поддержите подпишитесь посмотрите рецепты у меня на кулинарном канале год а лишний жир мне ни к чему так я очень любила раньше покупать и говяжий фарш мне очень нравилось чтобы он тоже был такой менее жирный вот это я тоже сейчас срежу ничего страшного я максимально срезаем я считаю это не полезно когда я говорю говяжий фарш покупала я тоже старалась прям по максимуму срезать а вот думаю вот эти кусочки у меня то влезут мясорубку я думаю влезут влезут такое мясо ничего в принципе можно взять и квадратиками порезать ничем не пахнет на суп с этой стороны он смотрите какая нам хочется супчик с фрикадельками думаю накручу такие маленькие фрикадель чеки я еще кое-что заказала себе на валдберрисе только что вот придет где-то числа 4 5 июня я пока не буду вам говорить что это такое такой секретик но это тоже для кулинарии для кухни в общем это для кухни давно хотела уже это наконец-то я себе заказала это очень хорошо вот такие кусочки так что это можно вот хотя нет знаете вот я прям даже уже не люблю вот с этим жирочком уже не люблю ну что ой какое мясо какое мясо прям благодать так это пойдет вот тут вот в этой части очень много такого жира это я считаю не нужно вот отсюда мясо сейчас вырежу какая-то вот смотрите это прямо и жир это просто требуха требухой ну вот зачем я это буду добавлять в фарш не хочу не хочу прям серединке очень многое такого жирка вот какой-то прям совсем маленький жирок можно и оставить прям совсем совсем еле заметный как бы не ничего вот так вот по максимуму помогу мясо-то не срезай добро то не срезай пускай за 250 рублей но все равно вот это тоже пишите мне обязательно срезаете ли вы вот этот лишний жир с мяса или прям так на фарш все и прокручиваете тоже мне очень интересно как вы готовите как вы заготавливаете мясо и вот так вот нарезаю такими кусочками дано у меня тут достаточно будет много поэтому фарш это получится прилично фарш у меня мясорубка хорошенькая быстренькая буквально две минутки две минутки раз 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 и фарш готов я его не в один пакетик сразу по пакетикам распределю все вот все хороший кусочек мяса вот и все ну вот и все смотрите какой огромный получился лоток вот сейчас несу быстренько мясорубку кручу фарш и к вам вернусь вот я накрутила фарш буквально за две минуты уже там от мясорубки части мыться бросила сейчас быстренько их помою и мясорубку унесла вот такой получился фарш абсолютно не жирный вот даже мясорубка знаете то бывает какое мясо крутишь вот все же зависит от частей мяса и прям чувствуется потом когда мясорубку разбираешь чувствуется что все части в жиру это прям мясо не жирное хорошее то что мне нужно и что я хочу наверное разделю его по четырем пакетикам достаточно много мясо получилось так наверное по четырем и заморожен что было у меня на супчик хочу сделать макароны типа баланьезе аля баланьезе вот что то такое сейчас я прям знаете как сделаю прям на весах буду отмерять надо наверное не так вот так я думаю если делать порционно ну примерно может где-то грамм по 400 это и на баланьезе пойдет и на носок с фрикадельками я думаю грамм по 400 нормально я всегда так и прям на весах отмеряю потому что у меня конечно хороший глазомер я могу в принципе и на глаз разложить разложить вот 400 можно даже по 450 сколько я там фарш купила 450 вот так вот это столько фарша я думаю буду на супчик с фрикадельками нормально и и на баланьезе думаю 400 грамм это самое-самое оно и вот такие кулечки замотаю так а у нас пошел дождь а я думаю что так прям хмурится хмурится не знаю слышно вам нет что пошел дождик в общем мне хватит вот так на несколько блюд в принципе вот можно каждую неделю получается что-то готовить такое мясное можно котлетки сделать можно сделать супчик с фрикадельками можно сделать макароны баланьеза в общем каждую неделю будет что-то мясное и в общем вот эти вот четыре пакета фарша это получается значит как заготовка на месяц получается я мясо на месяц заготовила и уже могу спокойно раз достала вот этот шарик на сковородку бросила овощи туда добавила и вот как раз примерно на две части на два пакетика еще вот этого мяса и вот заготовка мяса на месяц я в принципе каждый день до мясо свинину не ем тем более я сейчас хочу на каком-то там какое-то правильное питание да побольше есть овощей побольше овощей тушить все же лето побольше салатов но в принципе салаты я и так ем достаточно много ой что-то тут совсем мало осталось так давайте-ка вот эти надо было поменьше вот так тут у меня получается 350 вот эти 350 он поменьше это можно и на супчик с фрикадельками разморозить потом и я очень хочу можно даже овощной такой суп с фрикадельками я обычно в овощные супы очень люблю кабачок вот этот вот резать вместо картофеля перчик болгарский лук морковочка и туда фрикадельчики такие маленькие побросать и вот такой будет супчик даже можно без всяких там зажарок пережарок так и сколько же у меня тут в итоге в остатке и как раз увидите сколько я жира отрезала вот этого не жира а гребушины этой ну вот и здесь у меня получается еще 310 грамм ну тоже на макароны по-флотски можно 310 грамм а которые мешочки побольше 330 грамм 330 вот этот мешочек 330 в общем эти два мешочка по 300 с чем-то грамм и два мешочка по 450 грамм в общем вот это можно на макароны по-флотски нечего да на баланьезе нечего разгубастиваться на баланьезе на суп с фрикадельками овощной и вот эти два мешочка побольше это может быть на котлетке а может быть кабачки сделаю с фаршем тоже очень вкусно или баклажаны смотрите рецепты на кулинарном канале там есть очень прикольный очень вкусный рецепт баклажанов с фаршем всех приглашаю обязательно посмотрите у нас уже во всю и на рынке в магазинах есть баклажаны я еще взяла два баклажана скоро увидите вот там вот там внизу в закрепленном комментарии ссылочка на мой кулинарный канал увидите скоро рецепты из этого фарша очень вкусные также из баклажанов всех приглашаю пока